Сделать парк для всех – это цель проекта, это лозунг проекта. Проект городского пространства уже готов. Реконструкция будет проходить в два этапа. Акцент сделаем в этом году на связь, которая у нас идет от улицы Мичурина до улицы Островского. Значит, оперативно, первоочередно на данном участке мы переложим сети, устроим новые и восстановим покрытие из асфальтобетона, а также из тротуарной плитки. Первый этап работ планируют завершить до конца ноября. Затем начнется создание парковой инфраструктуры, декораций и той самой атмосферы. Важной частью обновленного пространства станет зеленый лабиринт. Это достаточно сложное зеленое архитектурное устройство, но не в классическом понимании, а проектировщиками оно осовременено. То есть это не такие геометрические формы, а свободные формы. Слева от октября появится летний кинотеатр, лекторий, парк Креатив Таун, где будут проходить мастер-классы и интерактивы. Обновят и спортивную зону. Каток, как и есть на сегодня, скейт-парк, замена с деревянного на бетонное покрытие, плюс памп-трек, универсальная площадка с теннисными кортами и танц-площадка тоже на этой территории. Ну то есть фактически это самое активное, самое такое бодрое и шумное. Что касается аттракционов, их демонтируют. Новый парк развлечений уже строится на улице Карачанской. В центральном парке установят новое колесо обозрения. Оно встанет поперек аллеи за октябрем. Отсюда, с этой точки мы понимаем, что в принципе композиционно – это верно, во-первых. Во-вторых, эффект визуальный у него будет максимальный. То есть самая верхняя точка в парке, плюс развернута так, чтобы максимально можно было видеть город. Важные вопросы – сохранение входной группы и памятника Владимиру Ильичу Ленину. И тому, и другому быть. Арку, которая является объектом культурного наследия, отреставрируют и сохранят в первозданном виде. А монумент вождю появится на входе по окончании реконструкции. Анастасия Ильина, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.